Бегущий Питер Есть старты, которые на этом специализируются. Например, 28 мая, в дни празднования юбилея города Петербурга, в Приморском парке Победы состоялся благотворительный забег издания «Петербургский дневник» под названием «Бегом с дневником». Средства, собранные от продажи мест участников, идут Санкт-Петербургскому хоспису. Например, в прошлом году на собранные с забега деньги было приобретено медицинское оборудование для ухода за ребенком вне стационара. К тому же сам забег привлекает внимание к истории и экосистеме Петербурга. На медалях изображена «Газпром-арена», рядом с которой, собственно, и проходят старты. Даже у футболистов «Зенита» после всех их бесконечных побед в РПЛ таких наград определенно нет. Если, конечно, они втайне от Сергея Симака не бегают кроссы по парку, переодевшись. А одним из лучших моментов забега стал исторический марафон Петров I. Около 40 человек в образах первого русского императора пробежали 320 метров. По одному метру за каждый год жизни его любимого города. Сколько исполнилось в этом году? Тот самый случай, когда никто не отказывался сделать селфи с Петром, да даже с 10 Петрами. Тем более, что здесь это совершенно бесплатно. Не то, что в центре города с актерами-аниматорами. Среди участников шоу-забега была семья Петровых. Причем они хотели зарегистрироваться на обычный старт, но не успели. А на костюмированный забег записались в лучшем виде. Хорошо, что Петербург еще не такой старый, как Афина или Рим. А то бы Петрам пришлось тяжко бегать по метру за каждый год. Погода в воскресенье для разнообразия была жаркой. И бегать в костюмах в жару на длинную дистанцию – это испытание только для самых опытных бегунов. Не рекомендуем повторять это дома, если вы не готовы. Классических стартов на забеге дневника два – это 5 и 10 километров. Обе дистанции подходят для самого широкого круга, так что поучаствовать может каждый и при любой погоде. Даже лимит прохождения дистанции максимально щадящий – целый час на 5-километровку. Это можно больше учать дистанции пешком пройти, если быстрым хорошим шагом. Соответственно, участников собралось много. По предварительной оценке – более 1200 человек. Возраст до 80 лет были бегуны из Турции, Узбекистана и Казахстана. Конечно, результаты победителей намного выше лимита. На 5 километров чемпион Владимир Пономарев выбежал из 15 с половиной минут. Большинство людей за такое время еле-еле одолеет 3 километра, и то выдохнется. А победитель 10 километров Василий Андреев справился за 32 минуты 45 секунд. Были вопросы по организации, особенно по таймингу. Все-таки проводить крупный забег в центре в ходе празднования Дня Города – это та еще головная боль. И, возможно, в следующий раз его лучше вынести на более позднюю дату, чтобы не было пересечений с вечерними концертами и проблем, связанных с перекрытиями. Либо вынести в менее востребованное место. А на Крестовском острове постоянно что-то происходит, и этим летом событий будет еще очень-очень много. Продолжение следует...